Привет, друзья! У меня сегодня прямой эфир, и тема нашего прямого эфира будет моя жизнь до нашей компании Incruzis и после. Но после это не очень есть правильно, потому что мы не вышли из компании, мы еще есть в компании, поэтому мы, что мы получаем и что у нас есть, какая жизнь у нас в нашей компании. И у меня сегодня в гостях будет наш партнер. У нее уже, вы представляете, за полтора месяца она уже подключила двух человек. И она мама, многодетная мама, она работает тоже по интернету, зарабатывая деньги, поэтому в интернете деньги есть. И эту тему мы немножко затронем в нашем прямом эфире. Так что я сейчас приглашаю Марину Васильеву, она тоже, как и я, живем в Москве, только в других районах. вот. И добавить Марина. Марина. Марина, тебе надо выйти, наверное, и там есть кнопочка нажимать быть гостем. Да, Марина. Почему-то ты не не появляешься. Так, пока Марина присоединится к нам, я хотела бы вам задать вопрос такой, кто кто хочет кто хочет в круиз, кто хочет отдыхать на лайнере со всеми удобствами и почувствовать себя королем или королевой. Моя жизнь до напишите, пожалуйста, кто хочет. Вот, и я расскажу, как вы можете, то есть, вы тоже можете измениться и изменить свою жизнь к лучшему, так же, как многие из наших партнеров с нашей компании. Моя жизнь до нашей компании, она была, ну, как многие говорят, день сурка. Утром встал, еле вечером до кровати дополз и получается так, принять. Да. Марина. вот, но, ну, как я только, ну, как бы вступила в нашу компанию, я поняла, я общалась очень много с людьми, которые уже и успешные, и поменяли свою жизнь, на, они пересмотрели, как бы, свою жизнь, как они живут, и хотят, хотели изменить, и они, и они и, так, запросы учат. О, Марина. Сейчас, секунду, я переключу. О, Марина, привет. Что-то у нас не получалось. Ну, я кидала вам запрос, может быть, он не сразу срабатывал, у меня тоже сегодня на первом эфире, я нажимаю, нажимаю, что-то не срабатывало на прием запроса на совместное ведение прямого эфира. Ну, хорошо, я немножко, как бы, рассказала о том, как мы, как мы тут в нашей компании, мы немножко, как бы, я не совсем раскрыла эту тему, я не успела, я немножко растерялась, ты не появилась. Я все слышала, все замечательно, все очень замечательно, Ольга. Добрый день, дорогие друзья, очень рада вас видеть в прямом эфире, это для нас достаточно новый опыт, который, собственно говоря, добавляет адреналина в кровь, скажу вам честно, вот, и привык, Никит, подожди, я разговариваю, ладно? Это мой сынок, Никита младший, пятилетний, он хочет что-то мне сказать, но все, мы с ним договорились. То есть, мы смотрим соцсети, ТикТок, Инстаграм, там еще где-то люди выходят в прямой эфир, свободно общаются, эти блогеры, я не знаю, в Ютьюбе, дети уже там роли различные играют, все круто, все здорово, мы смотрим, мы в роли наблюдателей. Сейчас с Ольгой мы в роли главных действующих лиц, мы готовимся стать королевами на борту лайнера. Да. И мы станем. Это наш первый шаг в эту сторону, я бы сказала. Да. Ну, Марина, да, привет еще раз, я рада, что все-таки ты присоединилась к моему эфиру, и у меня такой вопрос. Вот, ну, я думаю, так же, как и у меня, и у многих из наших партнеров, вот, как ты, как твоя жизнь, вот, ну, коротко так, и потому что то, что было уже, как бы мы, советую, сильно туда не возвращаться, да, чтобы не затянуло нас обратно, но, коротко вот, как твоя жизнь была до, какой вот была жизнь до, как бы, нашего, нашей компании, и что изменилось, или что ты изменила, потому что измениться само не должно, как бы, да, мы должны сами, если у нас есть желание, вот, мы ищем возможности, и вот как ты изменила свою жизнь с помощью нашей компании? Ну, здесь, с одной стороны, все очень свежо, да, всего полтора месяца я в компании, и достаточно, как бы, все вот-вот только было, да, и вместе с тем, когда я слушаю, разговариваю с девочками, которые были и год, и два назад, и для них это действительно такой важный момент, как женщины меня поймут чуть ли не как вот роды, да, которые женщины помнят всю свою жизнь, да, особенно первые роды, да, любые, первые, вторые, третьи, я думаю, что Мария, которая сейчас присоединилась к нашему эфиру, это моя племянница, она тоже мама троих детей, она меня поддержит в этом плане, каждый этот момент, он очень важный, он запоминающийся в жизни, и то, что было до, да, до того, как я увидела для себя эту возможность, то есть я ее вдруг обнаружила, она как бы вот открылась для меня, неожиданным достаточно образом, то есть было представление о том, что там, ну да, какие-то большие корабли, да, какие-то там, вот Титаник, да, вот Титаник, про Титаник мы все знаем, да, все, как там все это, все трагически, все это печально, касается Титаника, и у людей, ну как бы мы живем, да, кто-то там ходит на этих кораблях, устраивает свои какие-то вечеринки, светские львицы, у которых миллионные заработки, ну это они, а это мы, и тут вдруг мне показывают, сейчас я звонок, и тут вдруг мне говорят, девочка моя, дорогая, посчитай-то своим аналитическим умом, посчитай всю арифметику, я просто имею опыт работы, и в шторах там тоже расчет вот этих всех тканей, в спецтехнике я в последнее время фрилансом работаю у себя дома, как бы на удалении работаю с клиентами, и на удалении от офиса, но я на себя работаю, чисто на свои проценты, на свою комиссию, вот, то есть ни от кого не завишу, и то, что это возможно и реально, нам показала пандемия, что мы можем работать не уходя в офис, благодарим нашу вселенную, что нам послала такую возможность, потому что не обязательно тратить время на дорогу, ехать в офис, можно просто из дома заниматься заниматься любой в принципе работой, ну, конечно, не любой, я однозначно не любой, есть работа, которая необходима, непосредственное участие, это врачи, учителя, и обслуживающие все организации, вот, то есть, когда мне показали, что вот такая возможность есть, я сейчас, да, могу сказать, что вот до заходов этот клуб, я понимала, что вот я живу, вот у меня работа, вот у меня там доход, который я имею, находясь дома, одновременно там, занимаясь детьми и семьей, и имею некоторые туманные перспективы насчет своего будущего, то есть сейчас у меня клиенты, сейчас у меня доход, он не вот тебе прям вот ровный, да, как у тех людей, которые ходят за зарплату, за оклад, у них ровно, они точно знают, сколько они получат в следующем месяце, у меня, конечно, такого нет, вот, но туманные перспективы в отношении все равно своего дохода, своего будущего, своей пенсии, я тоже как бы об этом уже начинаю задумываться, я большая девочка, и вот эти перспективы были достаточно туманные, я уже в этом году послала запрос во Вселенную, Вселенная, помоги мне, придумай, пошли мне возможность, вариант инвестирования на свою пенсию, конечно, грузис не об инвестировании, в обычном понимании этого слова, то есть вложил там 100 рублей, через 5 лет получил там 300 рублей, это не об этом, это не об этом, я сейчас как раз таки инвестирую свое время, свои эмоции, свое вдохновение, свою любовь, свои возможности, все свои жизненные, скажем так, наработки, свой опыт, то, что, в чем я являюсь экспертом, я сейчас инвестирую вот это вот все свое, в то, чтобы в моем будущем я смогла обеспечить себе прекрасную жизнь, жизнь, наполненную смыслом, путешествиями, любовью, окруженную прекрасными людьми, такими же целеустремленными, потому что это как раз таки вот то, что сейчас это ведет именно к этому, а до вступления, да, стать королевой, ты хочешь стать, ты начала это, да, что вот светские там, львицы, там, на корабле, там, на луне, и ты хочешь стать королевой, так же, как и все мы, да, мы сюда пришли за этим тоже, да. Ну, это так образно для нас, для девочек, мужчины могут просто это не понять, они тоже будут смотреть эфир, я думаю, и будут делать свои выводы, здесь именно перспективы развития, потому что ни на государство, ни на пенсию мы рассчитывать, к сожалению, не можем, может быть и правильно, может и хорошо, каждый человек способен в наш век вот таких огромных возможностей, которые дает нам интернет, которые нам дает в том числе и вот такие сетевые компании, создать для себя будущее, которое наполнено не просто там, не просто деньгами, а наполнено смыслом, потому что деньги это всего лишь средство, согласны? Деньги это всего лишь средство. Вот и благодаря тому, что я зашла сейчас в клуб, я имею цель, конечно, стать королевой, на этом лайнере увидеть этот круиз, который я получу, я думаю, сейчас в процессе в этом году я уже забронирую на март-май, то есть вот в этот промежуток времени есть наметочки, которые странно сейчас открыты, купить себе круиз с хорошей скидкой, с очень выгодных условиях и побывать в этом круизе. Но это как бы всего лишь часть моих грандиозных планов, то, что мною движет, то, что сейчас, ну, скажем так, заставляет, может быть, меня просыпаться рано, засиживаться допоздна. Да, не досыпать. Да, засиживаться допоздна. То, что меня реально окрыляет, это то, что я смогу не только себе создать такие условия для жизни, для будущего, а создать такие условия для множества людей, которые тоже, как я, считают, что круиз – это непонятно что, которые не могут себе это позволить, тоже хочу и имею цель показать другим людям, что это доступно, что мы в России, там, я не знаю, в Белоруссии, во всех других странах доступны тоже, достойны, достойны хорошего отдыха, люкс, класса люкс. Вот то, что как раз Ольга говорила. Еще вот гости присоединились, еще привет, кто нас новенькие слушает. Да, здрасте, вот еще присоединились. Вот моя, ой, моя крестница присоединилась. Дианочка, Дианочка, привет. Отлично. Молодые девочки к нам идут на нашу энергетику, Олечка. Я вот просто в этом уверена, потому что энергетика, она очень много делает. Мы ее не видим, глазами не видим там, то есть понять это тоже сложно, но это работает очень сильно. И когда человек задумал, да, возжелал, как я пожелала, попросила у Вселенной, помоги мне, чтобы вот как-то мне увидеть цель, увидеть, я не знаю, свое предназначение, свою миссию, как бы это громко не звучало. Здесь вот благодаря тому, что я увидела возможности, какие возможности в этом клубе, я увидела свою миссию в том, чтобы помочь людям, другим тоже, получить отдых люксовый, получить шикарное окружение, заряженных, энергичных, позитивных, всегда уверенных, нацеленных на успех людей. Это не о деньгах, это не о деньгах уже, это уже об энергетике, о позитиве и о том, что, ну, в глобальном смысле я вообще верю в Россию, верю в Россию, страны СНГ, в том, что Ванга нам нагадала к 2050 году вообще процветание, ах, какой, я вот в это верю. И возможно, что, невозможно, я верю, что я смогу внести в это свой вклад. Конечно, надо верить в лучшее, не оглядываться и настраиваться, вот как, понимаешь, вот как действительно настраиваться, вот как инструмент музыкальный, вот как настроишь, так и сыграешь. Вот это наша жизнь тоже так, как мы ее настроим, с каким настроем мы идем в завтрашний день, вот мы так завтра и проживем. Поэтому нам надо тоже, как бы, настраиваться на лучшее, и это обязательно будет. Да, Мариночка, ты еще что-то? Вот я про свою, в общем-то, цель закончила, что я увидела, благодаря круизному нашему клубу, свою миссию. Да, спасибо, Марина. Но сейчас поделюсь я со своей, да, историей немножко. Я, вот завтра будет ровно два года, как я в компании, вот, два года. И до компании я была, знаешь, вот так, как мы жили в деревне, хозяйство, скотина какая-то, трое детей, да, и все время отдаешь, отдавала кому-то, меня не было. Меня не было. Я прямо вспоминаю и до слез. Вот нет меня. Вот есть дети, есть хозяйство, есть огород, есть куда-то на работу еще надо ходить. Чего и работала. Поэтому вот сейчас, только сейчас, когда я как бы узнала о нашей компании, и спасибо, да, я благодарю тоже Вселенную, что показала мне эту возможность и Людмилу Мирошину, я просто поставила лайк на корабль в Инстаграме или в Фейсбуке, я уже не помню. Просто поставила лайк, что я где-то далеко в детстве, у меня вот эти лайнеры какие-то вот перед глазами шли. Я не знаю, откуда это у меня, но лайнеры у меня были еще в детстве. И когда я увидела такой красавец, я сразу же лайк поставила, мне понравился. И тут мне девочка пишет, а вы были или это вот только мечта? Я говорю, мечта, к сожалению, денег нету. Как обычно все, понимаете? И тут она говорит, вот так и так можно пойти в круиз. Я уже была по Средиземному морю. Простая женщина из Киева. Показывала свои фотографии. На каких кораблях? Какой лайнер? Вот это лестница Сваровский. И я уже была там, понимаешь? Там. И я даже не задумывалась, как бы зайти в эту компанию, или это кто-то, что-то, вот как куча возражений. Если я это захотела, думаю, а как я узнаю, если я там не буду? Я ж не узнаю, правда это, неправда. Надо попробовать. Чтобы узнать вкусный суп там, или какой-то там торт, его надо попробовать. Вот. И я тоже думаю, нет. Я с первого, мне не надо было, я уже готова была идти. Но она мне ещё отправила к вышестоящему её там спонсору, чтобы она мне что-то рассказала. Но мне это не надо было. Я уже была там. И я сразу подключилась. Вот. И я только тогда первый раз подумала о себе. Я подумала. Вот всегда деньги зарабатываешь. Я сейчас в Москве работаю тоже, помогаю детям, помогаю, потому что, ну, как бы, с Украины, в Украине нет работы, ну, как практически везде. Вот. И я помогаю, своих детей обучила, обустроила, и всё детям, все в семью, а меня не было. И тут я подумала, так сколько можно, а где же я? И как раз перед моим день рождения, вот, у меня 5 января день рождения, я думаю, нет, я сделаю себе подарок. Потому что мне никто не делал, ни от кого мне не ждать подарка. Я сделала себе подарок, я подключилась в компанию, и я стала откладывать себе на, накапливать на круиз свои мечты. Я бы уже в мае, пошла бы в круиз, если бы не пандемия. Я в декабре как бы подключилась, а в феврале-март вот уже начались вот эти карантины, вот, и по домам. Но что я получила ещё вот с нашей компанией? У меня открылись глаза совсем по-другому. Мир стал по-другому. Мир стал другим. Я стала общаться с людьми, которые счастливые, без таких, как, ой, и у меня тоже проблемы, и то проблемы, и везде проблемы. Тут ни у кого нет никаких проблем. Одни задачи, которые решаются в один клик. Всё. И я как-то вот у меня знакомый был хороший, он вот в интернете, в соцсети, он это знал, но я почему-то не прислушивалась. Я думала, это трата времени в интернете сидеть, вот, в Инстаграме. А оказалось, если бы я тогда ещё что-то бы начала делать в Инстаграме, я бы уже как бы немножко была бы не на этом уровне, где я сейчас. И я узнала, что можно работать через интернет, можно работать в доме, можно зарабатывать, можно быть счастливой, без никаких, без каких-то усилий физических, и траты зря время. Я ездила на работу по 2, по 3,5 часа туда, 6-7 часов отработала, и обратно 3 часа. Электричка, маршрутка. Вот, и вот я, когда вот думаю, сколько я времени теряла, это, считай, ещё одна работа. Вот ещё одна работа. Поэтому я начала смотреть как бы на жизнь по-другому, что её можно менять, что думаю, да, вот такая моя судьба. Да нифига! Вот если ты захочешь, если ты захочешь сделать что-то лучше, делай, просто делай, не откладывай ответственность на другие, и обвинять кого-то. Просто бери и иди куда хочешь. И все дороги открыты для меня. Я узнала это только через музык. Я стала обучаться у миллионеров. Я стала слушать, читать книги. Ну, читать времени нету, я во время работы включаю аудио, слушаю аудиокниги. И тут я узнала, что да, деньги, вот как Роберт Киаксаки говорит, деньги надо, зарплату. Вот получил зарплату. Надо себе в первую очередь заплатить. На свои, а потом всё остальное. Он не говорит, что не надо платить за свет, за газ и всё остальное. Но надо себе, любимой. Я стала любить себя. Я стала как бы на себя обращать внимание. Не на других людей, не на то, что люди скажут. Вот мне так я пример приведу. Мне так нравились шляпы. И я так прямо смотрела на людей, как женщины в шляпах. Я прям балдела от них. Но мне было стыдно. А что сказать? А вдруг она мне не пойдёт? И мне было стыдно, мне было страшно надеть шляпу. И только тут, когда я начала работать со своим мышлением, со своими вот этими страхами, со своими вот этими всякими заборами, которые мы вокруг себя поставили, стены бетонные, непробивные. И у меня сейчас несколько штук шляп разные. И летние, и зимние. И я одену шляпу. Я одену то пальто, которое мне хочется. И я накрашусь так, как я хочу. И я выхожу. У меня-то мне всё равно. Весь мир у моих ног. Весь мир у моих ног. И всё. Повысить свою самооценку. Вот тут я себя повысила. И вот я благодаря только этой компании я как бы стала совсем другим человеком. Поэтому если у кого-нибудь ещё какие-то страхи, приходите к нам. Даже для общения. Пообщайтесь с позитивными людьми. Наберётесь вот нашей эпидемией счастья. Заразиться счастьем и быть счастливой. Всё равно где, как, с кем. Главное, что ты чувствуешь внутри себя. Вот так, Мариночка. Супер, отлично. И я, знаете, что ещё подумала? Вот у нас столько уже людей, да, в Инкрузисе сейчас почти миллион членов клуба и партнёров в том числе. То есть уже миллион. Это за пандемийный год с 300 тысяч до 700 у нас увеличилось количество. За пандемийный 2020 год. Было 300, стало 700. Я не знаю, знаете вы такие цифры или нет. Сейчас ещё 300 прибавляют. То есть уже миллион. И с прибавлением сейчас отелей и курортов у нас будет уже прибавляться в геометрической прогрессии люди, потому что расширяется линейка, расширяются возможности. Мы можем уже не только в круизы предлагать, но и отели люксовые, люксовые, которые обычным людям вряд ли бы по карману. А здесь, имея привилегии, имея скидки и даже возможности это делать бесплатно, в случае, когда мы проявляем активность и предлагаем, рассказываем об этом другом, ну как в любой компании, которая предлагает какой-то продукт типа Арифлейма, типа Амвея, вот, также есть возможность это всё делать бесплатно. Амвей, вот эти, да, Арифлейм, вот эти, они как бы тоже как-то люди боятся этих компаний, тоже они боятся вот этих, как бы, сетевого. Но сейчас другой пример можно приводить. Вот смотрите, сколько сейчас карток, кэшбэков, да, Сберплюс какой-то, Сбербаллы какие-то, баллы накапливаются. Надо купить побольше вот каких-то этих самых товаров, какие-то магазины и собираются столько баллов, что за эти баллы можно что-то купить. Вот у нас в компании тоже эти баллы собираются, они нам добавляют. И этими баллами мы можем рассчитываться, рассчитываться за круизы, оплачивать отели и так далее. Поэтому более, я думаю, вот, как бы, сейчас вот новое пошло, да, вот эти баллы, и люди их прямо стремятся, вот, стремительно идут, вот, в такие карточки берут, в такие акции, вот, и участвуют. И вот пользуются, я знаю, даже вот знакомые на две с половиной тысячи просто баллы, говорят, я не заплатил ни одной копейки с кармана, купил там какую-то технику. Вот, поэтому у нас тоже можно баллами рассчитываться, поэтому не такой страшный волк, как его рисуют. Ну, насчет Amway и Ariflame я с вами поспорю, очень много людей пользуются этой продукцией, очень хорошего качества продукт. И Amway, и Greenway, и Ariflame просто одно большое существенное отличие. То есть там баночки, тюбики и, конечно, очень важные, необходимые средства людям, да, а здесь это положительные эмоции, это отдых, это праздник. Здесь у нас праздник. Мы людям предлагаем праздник жизни, добавить, позволить себе праздник, позволить себе отдых. Это вот у нас такой продукт, я бы сказала. Да, ну, все, спасибо тебе, Марина, что ты вышла. Ой, а можно вопрос один? А вы в Украине где жили? Кировоградская область. Кировоградская? Это запад, я просто географию не очень. Запад, восток? Это прямо вот середина. Середина? Я просто, у меня муж Николаева, у меня там свекровь живет, то есть я с Украиной как бы непосредственно связана. Ну вот, Кировоградская выше, Николаевская тут ниже, ближе к морю. Вот у нас граница, у нас граница с Николаевской областью. Вот, то есть сейчас я ее зову-зову, она говорит, нет, я пока не буду никуда выходить. Ей вот скоро 70 лет, пока она не готова выходить из своей коробочки, она всего боится. Я говорю, знаешь что, если бы ты могла, ну то есть если бы зараза была бы вот эта вот, ты бы уже давно заразилась. Если ты, слава богу, жива, здорова, значит все в порядке, у тебя иммунитет справляется. Все, кто должен был заболеть, все заболели и переболели, дай бог выздоровели. А я тоже переболела, я даже не знала, что я болела коронавирусом. Это жизнь. Симптомы у того слушаю такие же, у того он болел, у того он болел. Я пошла сдала просто тест на антитела, и у меня их было очень много. Это я болела в октябре, а в мае я только сдала, и было очень много. Так что я переболела уже, даже сама не знала, я на работу даже ходила. Я даже на работу ходила, никто не заразился. Никто не заразился из этих, я же и по гостям ходила, и к людям ходила. У меня никто не заразился, мое окружение, я просто на ногах его перенесла. В том-то и дело, что сейчас я телевизор не смотрю, но новости не слушаю, и там, где какая-то красная зона, там новые штампы, там индийские какие-то, омикроны, мимикроны, всё это такое, как бы далёкое от меня непонятное, потому что я выбираю счастье, я выбираю находиться в счастье, пребывать в таком хорошем расположении духа. И болезни таких людей обходят, со стороной, со стороной, мимо, 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 мимо. А идёт, говорит, да, этого ничем не возьмёшь, пошли дальше, как у нас в компании. Безполезно. Да, нет следующей. Точно, 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 согласна. Поэтому, конечно, кому хочется изменить свою жизнь, что-то изменить, что-то внести в неё, как расширить рамки, расширить границы, расширить границы сознания, границы своего местонахождения, милости просим. Да. Хорошо, Марина, я... Как ты смотришь на то, чтобы у нас в следующий четверг тоже в это же самое время мы запланировали вот и какую тему там, может, кто-то будет смотреть наш эфир, может, какую-то тему напишите нам в личке, и кто из Марина, как бы, странички, кто мне, и мы в следующий эфир, как бы, обсудим ваши вопросы, будем отвечать на ваши вопросы. Да, пишите комментарии, что вы хотите узнать, что вам интересно о нас, о нашей замечательной... Мы можем на любые темы общаться. Можем, можем. У нас границ нет, мир без границ. Мир без границ. Всё, спасибо, Марина. Взаимно, взаимно, Ольга, очень приятно было пообщаться в позитиве, в такой положительной энергетике, просто чудо. Да, спасибо. Так, теперь мне надо его выключить как-то. Всё, я выхожу, а вы дальше уже сами. Всё, всего хорошего, давай. Так, вот так наш эфир закончился. Что-то я не на то нажала. Так. Ой. Добавить комментарий. Так, выйти. Так, давайте. До свидания. Продолжение следует...